На одном из-под форумов участники обсудили экологическую повестку с подробностями мои коллеги. Минимизировать загрязнение окружающей среды, разработать эффективные меры для борьбы с изменением климата, достичь углеродной нейтральности. Это главная задача, о которой говорят участники форумов Буао из разных стран. Китай поставил цели по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 60-му. И это не то, что нас кто-то заставляет делать. Мы делаем это сами. Наши решения ускоряются низкоуглеродные развития непоколимбимы. И мы не просто ставим цели. Мы предпринимаем активные шаги для их достижения. Борьба с загрязнением окружающей среды, противодействие изменениям климата, стремление к углеродной нейтральности – это очень серьезные глобальные задачи, которые, в общем-то, являются общими для всех стран мира. И от решения этих задач будет зависеть благополучие, качество жизни людей в разных странах мира. Вне зависимости от политических разногласий, нас всех объединяет стремление сохранить природу для наших детей и будущих поколений. Поэтому экологическая повестка – это настоящая основа для солидарности и сплочения. Задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году поставили и в Казахстане. Это большая амбициозная задача, но, я думаю, она очень важна не только для Казахстана, а в целом для мира, чтобы было достигнуто именно устойчивое развитие. Потому что мы все живем в одном доме – земля. И, соответственно, сейчас хорошо, что мир начал заботиться о том, что такое устойчивое развитие. Мы не можем просто говорить о экономическом развитии, надо все строить и так далее. Потому что урон, который может быть в этом процессе нанесен экологией, может быть в какой-то момент стать необратимым процессом. И для решения этих задач, считает управляющий финансовым центром, чрезвычайно важно международное сотрудничество. В частности, наращивание зеленых инвестиций. Это, в первую очередь, я думаю, инвестиции еще раз в энергоресурсы зеленые. Казахстан, сами знаете, большая страна. У нас достаточно не только ресурсов, которые под землей, но при этом и ресурсов солнечной энергии, я думаю, ветровой энергии. То есть, вот в эти направления, думаю, нужно привлекать инвестиции в рамках и в том числе инициативы «Пояс и путь». И как я до этого говорил, не только китайских инвестиций, а в целом всего мира. Главными целями на ближайшие десятилетия, уверены, участники форума должны стать развитие низкоуглеродной энергетики и технологий.